МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». С давних времен считали, что смотреть в разбитое зеркало к несчастью, ведь оно в таком случае может начать излучать негативную энергетику. Сегодня мы расскажем о том, откуда пошли подобные поверья. С зеркалами всегда было принято обращаться особо осторожно, так как они выступали носителями особой магической силы. В случае, если зеркало разбивалось и теряло свою целостность, разрушалась и его магия. Считается, что в разбитом зеркале и отражение разбитое. А поскольку этот предмет связан с потусторонним миром и является проводником магической силы, то искаженное отражение может отрицательно воздействовать на здоровье хозяина, то есть вызвать болезнь или травму. Согласно поверьям, всякая трещина, разлом дыра имеет родственную природу с ямами, оврагами и пробойными, которые якобы обладают отрицательной энергией. Для нас и для многих народов, даже европейских, нечистыми местами считались различными, овраги, мосты, перекрестки дорог, потому что они автоматически были границей между миром своим и миром чужим. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот речка, а через нее мост. Если перейдешь по мосту, ты уже окажешься на другой территории. То есть зрительным миром человека был тогда достаточно ограничен, поэтому до сих пор можно услышать даже такие высказывания, что в соседней деревне живут одни колдуны до сих пор. Хотя прекрасно все знают, что никаких там колдунов нет. И все там между собой деревни родственники. Но тем не менее, это вот остатки старого такого мировоззрения. В давние времена люди верили, что хорошее и плохое может передаваться на расстоянии. Самой страшной энергетикой обладала могильная земля. В магических обрядах ее использовали для того, чтобы навредить другому человеку, навести на него порчу. Наши предки были уверены, что земля обладает памятью и может хранить энергетику человека. Вынимался след, например. То есть вот человек, допустим, грубо говоря, пришел в чужой огород, его обобрал, оставил свой след. Бабуля ему ничего сделать не может, потому что мужик здоровый. Вышла, потом увидела след, вынула, взяла еще там что-нибудь с могилы мертвеца, какого-нибудь там, все это, вот так вот перемешала, там рецептик сделала. И человек начинает тут сохнуть, сохнуть, ручки, ножки. Ему 20 лет, он выглядит уже на 60. И помер. Причем сама женщина, которая это сделала, получается, она как колдунья. Она не может эту порчу снять. Надо приглашать кого-то другого, либо тоже ведьму какую-то колдунью, либо знахарь, знахарку, которые обычно и занимались тем, что исцеляли порчи. В деревнях были и колдуны, и знахари. Одни могли использовать свои знания во вред, другие на пользу людей. Тем не менее, этих и других уважали и пользовались их услугами. Колдунов боялись, но уважали, потому что без них не обходилось ни одно действие. От них тоже было, как считали, польза. Ведь придешь к колдуну, он тебе за определенную плату может сказать, кто украл твою корову или еще что-то там украл, вот, он, колдун, это у человека на чистую воду, то выведет, что он тот сам придет, потому что поселит он в желудке такую корчу. Он будет мучиться и придет и скажет, что простите меня, Христа ради, вот ваша там корова или шуба. По вере, суеверии примет было очень много. Они нередко связывались именно с энергетикой или магией того или иного предмета. Порчу можно было на предмет навести и по ветру ее пустить. Поэтому было приметно, например, не собирать потерянные деньги. Или, если человек мог взять, то существовали соответствующие какие-то заговоры, заклинания, которыми он мог обезвредить эту вещь. Много тайных загадок было связано с кладами. Считалось, что когда их зарывали, на них обязательно накладывались специальные заклятия, от которых клад приобретал особую энергетику. Человек, не знающий такие заклятия, не мог достать сокровища. Ему могло становиться хуже, как только он приближался к ним. Например, когда он выкапывал их, клад на его глазах словно уходил глубже в землю. Такие поверья существовали долгое время. О них до сих пор говорят в некоторых деревнях. Его охраняют специальные духи кладовики и так далее. То есть клады, по поверью людей русских, раньше могли выйти на вас сами. Но их еще надо было, конечно, уметь достать. Клад мог выйти в виде живого человека, в виде животного, в виде птицы или просто голоса. Например, вот такая история расхожая может, сюжет встретится в разных деревнях, в разных, что вот, допустим, семья, да, мама, там, ребенок сидит к ним, постучался какой-то странник, значит, вот он пришел к ним, вот, и вот, они ему говорят, мы не можем тебя оставить у нас ночевать, у нас пугает. Он говорит, а что пугает-то? С потолка голос говорит. Он говорит, допустите меня, я знаю, как ваше беде поможет. Они его пускают, и вот опять голос там с потолка хочет, пойду да убьюсь. Он вот так вот палку в потолок, пойди да убейся. Из потолка посыпались золотые монеты. Вообще, многие поверья, связанные с тем, что вещи обладают той или иной энергетикой, родились из сакральных обычаев, культов, ритуалов. Например, к некоторым предметам нельзя было прикасаться, потому что они были связаны с почитанием культа умерших предков. Почему у нас существуют до сих пор приметы, и не только у нас, это существовало даже и у тюркских народов, например, существует, что нельзя наступать на порох, а тем более спотыкаться от него. Почему? Потому что, скорее всего, когда-то очень-очень давно под порогом или где-то рядом хоронили умерших. Домовой, который живет в доме, это тоже, в общем-то, можно сказать, производно от тех душ предков, которые прежде всего призваны потомку в своем жилище охранять. Почему? И даже потом, несмотря на то, что домовые, там, лешие, водяные, там, и являлись просто чертями, почему-то народ более всего добрыми чертами именно это существо наделял. Что единственное, помогать практически бескорыстно тем людям, которые живут в доме. Известно, что на Руси в доме держали всего одну крестильную рубаху, одну на всех. Считалось, что каждый раз она насыщалась мощной энергией религиозного обряда и светлыми эмоциями присутствовавших родственников. И не только насыщалась, но и отдавала накопленную энергию новому члену рода, создавая вокруг него на многие годы невидимую защиту. Когда уже вот рождался ребенок, просто непременно находились при нем. Это было основное такое вот, скажем так, условие, потому что крестили не сразу, а по прошествии, там, ну, хотя бы, там, недели двух, трех, там, или месяцы. До этого ребенок, как считалось, находился в великой опасности. И поэтому с этим было и связано, что вот только свою одежду там заворачивали. Народная мудрость говорит, что нельзя передавать вещи от больных и тем паче от умерших после тяжелой болезни. Вместе с такой одеждой может передаться недуг. Однако принять подарок от дорогого человека с добрыми намерениями всегда приветствовалось. На самом деле важно, что это работает в две стороны, да, то есть когда считается в мифологическом мышлении, что все, что к человеку прикасается, оно становится как бы его частью. И тогда, ну, шуба с барского плеча, ценность же ее была не в том, что она была меховая. То есть там такая ценовая стоимость тоже, конечно, закладывала. Но самое главное, что она была с царского. То есть как будто бы передавалась часть энергетики правителя. Да, вот ровно то же самое, да, когда мы то, с чем мы соприкасаемся, мы делаем как будто бы частью себя. И тогда, соответственно, через вот эти части себя можно передать, предполагается, позитивное или негативное. Психологи говорят, что между тем, что кто-то что-то сказал, подумал или совершил определенные действия, а другой начал чахнуть, научных закономерностей нет. Тем не менее, такое явление, как с глаз, может быть. Здесь две вещи могут быть. С человеком что-то происходит. И дальше очень интересно, как человек с этим обращается. То есть если он это воспринимает как данность, как что-то, от чего он не может избавиться, он продолжает в это уходить. Либо он пытается что-то с этим сделать. А если у человека есть предположение, как вы сказали, о том, что кто-то, да, то есть вот с глаз же он всегда где-то, он может выходить на совсем осознанное, да, то, что мы называем с глазом. А вот. А может существовать чуть поглубже, но он все равно есть, да. То есть что-то, кто-то извне или что-то извне может нанести мне вред, может сделать что-то со мной без моего ведома. Да, вот что за вред, да, человек, в общем, достаточно себе начинает это представлять. В науке это называется эффектом сбывающихся предсказаний. Иначе говоря, если человек думает, что ситуация будет складываться таким образом, именно так оно и получается. Психологи говорят, что по сути, если человек думает, что его сглазили, этот сглаз должен в этой форме проистекать, так оно и будет. Но этот круг можно разорвать. Для того, чтобы она считалась, эта информация, вам надо, должен быть не только передатчик, но и приемник. Да, и если информация, которую вам пытаются передать, у вас нет расшифровки ее внутренней, то вы ее не воспримете. Нет такой большой беды в том, что человеку хочется верить в наличие маги вещей. Да, то есть абсолютно заговоров, сглазов, да, это его выбор. И он может это себе оставить. Проблемы становятся, когда человек уверен в том, что для того, чтобы это изменить, ему нужен кто-то еще. То есть я сам это изменить не могу. То есть либо тот, кто это наносил, может, то есть какая-то внешняя сила, да, либо мне нужен какой-то третий человек, там, знахарь, неважно, да, который мне, то есть я сам с этим справиться не могу, вот в чем проблема. Да, и поэтому, когда я говорила о приемнике, да, это же ваш приемник, то есть вы можете его перенастроить. Сегодня от сглазов и тому подобного существуют самые разные амулеты. Психологи говорят о таких способах защиты. В первую очередь нужно разрешить себе защищаться самому. Что такое сглаз, да, что-то мне было послано, и оно пробило там. Вот как мы это называем, да, можно называть аурой, можно называть как-то еще, да, психологи говорят границу, да, то есть я пропустил внутрь границы. Если я чувствую себя управляющим, я могу это восстановить. Дальше каким образом, да, вот каким образом важно искать и придумывать свои. Потому что вот чем хороши народные, да, то есть уже есть схема, да, то есть грубо перебежала черная кошка, есть схема, да, надо плюнуть три раза через плечо. Окей, я знаю, вот я это сделал, все, мы с кошкой разобрались, да. Поэтому все вот эти народные выходы из заговоров, да, их тоже можно брать за основу. Но это не означает, что они только работают. Вы можете придумать что-то свое. Вам важно принять в этом участие. Биоэнергетики считают, что смыть дурную информацию с вещи можно проточной водой. А вот что говорят психологи по поводу чистки чужих, старых или старинных вещей. Тут есть две составляющие. Первая способность сделать своим. Если вы чувствуете, что вы надеваете чужое, да, то, соответственно, вы открываете этот канал, через который можно что-то оттуда получить. То есть вы открыли границу психологическую. Если вы в момент перехода это сделали своим, через любое переходное действие, да, самая элементарная стирка какой-то вещи, которые не обязательно, кстати, поношенные. Есть люди, которые куплены в магазине, вещи тут же стирают, чтобы сделать их своими. То есть вам важен переход. Но как стоит поступать с вещами умершего человека? В этом плане гениально работает, это же очень важная штука, да, что 40 дней нельзя ничего трогать, да, в доме, где умер человек. А после 40 дней можно и нужно начать что-то менять. И тогда вот это изменение в доме, разбор вещей покойного, решение, что вот это вы отдаете, например, в церковь, это вы просто выбрасываете и так далее, да, то есть вы проводите внутреннюю работу по завершению отношений. Психологи убеждены, что в этой ситуации важно что-то оставить из вещей себе. Они будут напоминать вам о значимых переживаниях, какие-то предметы отдать другим, чтобы они тоже вспоминали об этом человеке. Проводить подобную уборку или чистку у себя дома, в своей голове и в душе очень полезны и с точки зрения биоэнергетики, психологии и других областей вполне научных знаний. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова